друзья я вас снова приветствую это очередной выпуск ask zoom задаю опрос сергею попову и сегодня на повестке дня у нас вопрос от игоря блюмина здравствуйте сергей есть вопрос на который я не могу найти развернутый ответ на просторах интернета как долго и каким образом нужно хранить ароматизированные насадки бойлы поп-ап и пелец чтобы они не теряли свои свойства и долго ли можно хранить ферментированную кукурузу спасибо за вопрос игорь начну пожалуй с конца ферментированную кукурузу или правильнее сказать сброшенную хранить не стоит старайтесь делать ее под под конкретную сессию но если уже у вас такая нужда там есть можете просто и заморозить в замороженном виде она нормально хранится у вас на рыбалке осталось как кукуруза и вы по какой-то причине не хотите выбросить воду чтобы докормить рыбок привозите домой кладите в герметичный пакет и в морозилку морозилке она отлично хранится хотя единственный момент что морозилка морозилка для этого должна быть достаточно большая тому как смысл ферментированной кукурузы в том что я должен быть достаточно много если у вас позволяет объем морозильной камеры и супруга самое главное забивать ее таким продуктом как сброшенная кукуруза то конечно же на здоровье но я лично всегда стараюсь делать свежесброшенную кукурузу под каждую конкретную рыбалку что касательно хранения насадок и пелеца пелец это отдельная история его особенность заключается в том что он жирный то есть насадочный пелец имеет высокое содержание жира жир имеет свойство горкнуть поэтому пелеца есть конкретный срок хранения то есть ориентировочно в районе сезона концу второго сезона он уже становится горковат поэтому я стараюсь и вам рекомендую использовать пелицы произведенные в сезоне в котором вы собираетесь ловить рыбу грубо говоря всегда стоит интересоваться у продавцов магазине насколько свежий пелец насколько давно или недавно они его получили поэтому тут вопрос такой специфический покупайте пелец из расчета на сезон хранить его на следующий сезон не стоит вот хотя вы можете поймать рыбу даже на пелец который пролежал вас 4 года в гараже такое тоже возможно я лично так не делаю я всегда использую пелец в течение одного сезона в конце сезона я его тот который видно что придется оставлять на зиму я его просто добавляю в сподмикс весь и насадочный такой такой и выкидываю воду не оставляя его храниться но при всем при этом вы можете его сохранять вопрос только тут в том какие гарантии поимки я не знаю однозначно не стоит держать пелец на солнце однозначно стоит ограничивать его контакт с кислородом поэтому всегда старайтесь держать его закрытым вот ну и хранить его скажем так если уже решили хранить в таком температурном и режиме если тому чтобы он стал в тени и в прохладном месте и обязательно заказать закрыты тогда будет вам говорится и счастья и удачи ну и самое главное это насадки правильные производители выпускают насадки в которых банка достаточно герметично и туда нету доступа лишнего кислорода вот и здесь есть один маленький нюанс и я бы даже сказал один лайфхак в чем смысл вот это вот у меня в руке техническая упаковка к примеру мы не производим бойлы в таких упаковках мы производим бойлы вот в таких упаковках поменьше но мой стиль ловли стиль ловли моей команды таков что мне вот такой банки порой не хватает на одни соревнования даже то есть мы очень часто перезабрасываем у нас большая динамика ловли поэтому у нас понятия не использованные поп-апы практически нету вот но это наш спортивный режим а если речь идет о рыболове количество сессий которого заметно ниже и динамика и точнее заметно реже и динамика этих сессий рыболовная значительно ниже то вопрос того что бойлы остаются он достаточно актуальный что делать что делать примеру вот количество бойлов которая усталась у вас на зиму пол баночки даже меньше треть банки здесь много воздушной прослойки в банке бойлы внутри такой банки будут сохнуть течение там хранения срока хранения поэтому задача задача ваша убрать вот этот лишний воздух вы можете их пересыпать банку меньшего размера но не всегда такая банка есть у вас под рукой поэтому я таких случаях делаю следующим образом все было которая готовлю зиме а было нужно готовить к зиме то есть вы вернулись с рыбалки не значит что вы бросили эти было где-то в гараже закрыли сезон и оставили их мышам там на радость до весны нет нужно обязательно подготовить бойлы к зимовке законсервировать таким образом что я делаю я беру вот такую банку в которой бойлов у меня меньше чем воздушной прослойки и банальные полиэтиленовые пакеты беру и делаю вот так вот засовываю их банку и делаю своего рода пыш и закручиваю таким образом я заменяю полиэтиленом воздух который сушит бойлы вытягивая из них влагу в таком виде бойлы хорошо по папы хранятся в течение всей зимы и дожидаются весны не высыхая потому что думаю вы замечали что у вас осталось мало было в баночке и они начинают потом становиться такими жесткими а если правильно и хранить бойлы в течение одного двух а то и трех сезонов имеют хорошую текстуру они мягкие они ароматные вся их привлекательность остается внутри баночки и в заключении очень важно как бы вы не хранили бойлы в течение зимы или в периодах между рыбалками это все как бы важно конечно но очень важно как вы пользуетесь бойлами во время рыбалки и от этого зависит то насколько долго ваши бойлы будут вам служить первое не держите их на солнце второе всегда после того как взяли один из бойлов закручивайте крышку герметично плотно на банк 3 не берите бойлы влажными руками из банки таким образом касаясь других бойлов вы можете занести туда внешнюю из внешней среды там бактерии все такое и получается что ваш бойл может начать плесневеть вот не оставляйте банку открытой на ночь особенности когда там выпадает роса и все остальное вам нужно обязательно оберегать бойл от попадания лишней влаги посторонней влаги скажем так ну и еще одной очень важной деталью является я вот не помню сказал я об этом или нет о том чтобы держать бойл на солнце старайтесь не держать их на солнце чтобы бойл не потел вы я думаю замечали что когда на жаре прям на пекле оставлять банку даже закрытую влага внутри банки начинают испаряться из бойлов и они начинают там запотевать вот этого нужно стараться избегать потому что вы тогда выгоняете влагу из бойла наружу это очень важно поэтому от вот этих всех деталей зависит то насколько ваши бойлы продержится долго и насколько они будут долго слушать в случае если ваш бойл немножечко подустал под зачерствел такое тоже может случиться ну по халатности неважно вот вы можете конечно же всегда ему дать вторую жизнь немножко оживить немножко додиповать вот в баночке для того чтобы наполнить их заново ароматом они может быть немножко размягчаться зависимости от количества дипа но как правило хорошие бойлы долго в банке не задерживается и заканчивается достаточно быстро засимы откланиваюсь берегите свои бойлы и не забывайте выпускать рыбу и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не только один маркерный груз для промерки дна Грузов этих должно быть много, они должны быть разных весов и разных форм Одни груза используются для простукивания, другие для протягивания Одни дают представление о структуре дна, другие предназначены для того, чтобы тонуть И нужно время засекать с какой скоростью тонет груз, чтобы понимать какая глубина Или же также есть груза, которые необходимы для того, чтобы в джиговой манере пробивать дно Подбрасывая и таким образом нащупывать там явные подъемы Или какие-либо другие изменения в рельефе И эти груза имеют смысл в момент промерки дна чередовать Это не значит, что я там один груз поставил, отмаркерился им и все окей Вначале я забрасываю, прощупывая вообще в целом рельеф протяжками Потом я там начинаю уже на время топить груз Смотреть справа, слева в моем секторе, глубже, мельче Вот, если я не могу нащупать там браву, например, очень мягкий материал у меня донный То тогда имеет смысл еще в джиговой манере попытаться на подбросе посчитать Потому что очень часто бывает, что подъем очень плавный и такие груза не идентифицируют дно Плюс, ко всему прочему, нужно играть с разными весами Потому что веса грузов, тем более на течении, имеют большое значение Я могу, к примеру, сделать заброс и у меня груз весом 25 грамм утонет в одном месте Груз весом 40 грамм утонет в другом месте Если это течение, то, естественно, погрешность будет очень большой А мне нужно выбрать место ловли и попытаться подобрать под себя точку наилучшим образом Чтобы ловить точно там, где я именно решил Здесь достаточно глубоко, я сейчас слышал по скорости падения Течение идет справа налево Достаточно плотная структура дна Чередуется с мягкой, глинисто-песчаной Есть даже постукивания очень такие серьезные, конкретные Прямо очень жесткий рельеф Стартовый забросик я сделал, так сказать, размотать шнур Кстати, тоже немаловажная деталь Первый заброс делаете легкий А потом уже можно сделать заброс помощнее Для того, чтобы весь шнур выкинуть И по новой его мокренький уложить идеально на катушку Вообще не помешает Так Мы утонули Начинаем плавно протягивать Моя задача Исследовать рельеф В первую очередь Найти браву Я планирую ловить кормушкой чуть больше легкого теста, чем необходимо Скажем так, чтобы был некий эффект покатка Чтобы кормушечку немножко подкатывало в нужное мне место Поэтому моя задача найти браву И за этой бравой я собираюсь ловить Так Полоска твердого Прямо характерное постукивание Ивертипа Подергивание такое прям чувствуется Фидер звонкий очень Все в руку слышно Так Достаточно интересно Подъемы Достаточно крутой подъем Вот идет вообще прям Это близко Хочу уйти дальше Какой-то донный мусорочек Попался Мне нужна дистанция подальше Посмотрим, что там у нас Утонуло Идет мягкая русловая часть Пока ничего особенного Уплотнение дна пошло небольшое И упор Вот он Прямо его очень хорошо Он ощущается Такие точки Как правило находятся следующим образом Вот я ее нашел Отдал удочку вперед Скинул Пару Сбросов Сделал катушкой Поставил себе Здесь клипсу Все Я эту точку как бы наметил Я ее впоследствии смогу найти Я сдал запас Поехали подниматься Да, ползем наверх Твердая пошла брова Ползем наверх Это даже прям такой свал Я бы сказал Вообще Застучало наверху Это она еще идет Оп Выкатился Да, у меня такое ощущение Что она вообще метра два Наверное Очень высокая Все Пошла опять глинка какая-то Ну, песочек Глинка Ага То есть мы получается Имеем русловую часть Мягкую Иллистую Илглина Уплотнение Пошел подъем наверх Середина этого подъема Твердая, твердая, твердая Кверху уплотнение Вообще прям сильный стук Вот Выкатываемся И здесь пошел рельеф Идентичный тому Который был в начале подъема Там мягкое дно Точнее оно гладкое дно Но оно не очень мягкое Оно достаточно плотное Ну, похоже на залежавший Такой песочек Такая верхняя часть Этой бровушки Вот как бы За ней И А, и пошел И пошел еще один Такой как бы плавный подъем Как немножко Подтяжка Ну, почему бы и нет Важная деталь, друзья Очень часто происходит следующее Мы находим точку Ставим клипсу Забрасываем И точку эту не чувствуем Это связано с тем, что В воде остается часть шнура Ну, вот дуга от шнура И эта дуга Не дает нам Необходимой чувствительности Поэтому Всегда стоит После того, как нашли точку Отдать пару-тройку метров Еще и подать руку вперед Чтобы потом Была у вас возможность Это все дело выровнять И вот прям почувствовать Потому что всегда В начальной стадии Заброса Вот как только Вы забросились В этом месте С минимальной чувствительностью Снасти Вот пока не будет Выбрана дуга На это, как правило Уходит несколько метров Вам даже кажется Что вроде бы Все натянуто Все нормально Но вы протягиваете И ничего не слышите Находите точку Казалось бы Ставите клипсу Забрасываете И опять ничего не слышите И это может длиться вечно Поэтому обязательно После того, как Отметили маркерную точку На клипсе После заброса Еще вперед Удочку Даже еще сильнее Чтобы был запас Чтобы убедиться В своей правоте Ух ты, как Побитый шнур У меня тут Так Я коротким движением Сейчас в начале Выпрямляю дугу максимально Чтобы у меня точно Была натяжка Вот Поехали Вот она Вот это брала Вот она Градимая Но я практически точно попал Единственное, что меня смущает Конечно Пробитый у меня тут шнурок В этом месте Но не знаю Такая себе история В любом случае Этот шнурок Уже не жилец Поэтому я думаю Что мне придется В этом месте Его банально Сейчас Подрезать Подвязать морковкой Пусть здесь будет узел Но я знаю точно Что я не потеряю Сейчас На клипсе Просто этот кусок шнура Он не будет у меня болтаться Потом на точке Засыряя водоем Так что в этом месте Мне придется поставить узел Ну а так как этот шнур Уже служил мне там Вера и правда Четыре года Я думаю Что к новому сезону Недурно будет его И как говорится Слегка Поменять На новый Благо Современный рынок Шнуров Настолько Невероятно Широк Что Я даже не знаю Что и выбрать Еще разочек Сейчас проверяю Возможно Возможно Мне придется Еще немножко Отодвинуться Чтобы у меня было Пространство На прокат За этой бровкой Короткими движениями Подобрал всю дуженьку Дугу Оп Уперся Ну Достаточно точно Получилось Достаточно точно Все Вот моя дистанция Теперь я Решу сейчас вопросик Со шнуром И в общем то Можно Будет приступать К ловле За этой Бровой Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну и самое главное Самый главный Преглавный секрет Успешной рыбалки Даже круче чем мотыль Поделюсь с вами Друзья мои Заключается он в следующем Отработанную упаковку С водоема Необходимо забирать с собой И утилизировать В необходимых для этого местах Поверьте Я замечал что Рыболовы Которые забирают с собой Мусор с водоема И не оставляют его на берегу Ловят в 2, то и в 3 раза больше рыбы Погнали! Рыбачить! Друзья! Если вам понравился этот видеоролик Ставьте лайк! Не стесняйтесь! Задавайте вопросы! Подписывайтесь на канал! Я уверен вас ждет много интересного! Пока!